Добрый день всем тем, кто смотрит телеканал Самараги. С вами Юлия Черняева. Мы в прямом эфире и это универсальный формат. Телефон 202-11-22. Что удивительного, что интересного будет здесь происходить в эфире, вы можете видеть уже сейчас, хотя нет, еще пока не видите. У нас тут замечательная Милана уже тут навела шороху. Мы уже готовы ко всему, так что, в принципе, мне кажется, будет интересно и очень-очень познавательно, потому что тема нашего сегодняшнего эфира – текстильное волшебство. И этим текстильным волшебством заведует целая семья – мама, папа и дочка. Давайте с ними знакомиться. Итак, с нами здесь Анджелика и Леонид Таировы. Здравствуйте. Здравствуйте. Где ребенок? Ребенок, выходи. Милана, идем к нам сюда. Смотри, что мы тебе покажем. Ну, в общем, Милана тоже где-то рядом. Она прячется, да. Выходи, Милан. Идем сюда. Ну, в общем, периодически ребенок будет появляться, так что не удивляйтесь. Мы сегодня собрались для того, чтобы рассказать о том, как эта удивительная семья, в принципе, вообще сама по себе весьма интересная, яркая, да. И вот смех – это такой фоновый, вообще замечательное украшение эфира. Но еще при этом мама Анджелика творит удивительные вообще вещи своими руками. Анджелик, ну, ты можешь немножечко вот рассказать про свою семью? Моя семья – это мои главные помощники в моем деле. Вот. Без них вообще я не представляю, как бы я справлялась, потому что Милана – это у нас главный вдохновитель. Собственно, ради кого все это изначально было создано. А папа – наша моральная и техническая поддержка. Это… Я им благодарна очень за помощь их в моем деле. В общем, я очень счастлива, что все мы вовлечены в этот процесс в той или иной степени. Лень, ну вообще, вот ты когда на Анжелике женился, я не знаю, там, ухаживался, не знала, что она рукодельница вообще невероятная? На тот момент не была она невероятной рукодельницей. Я еще вообще не была рукодельницей тогда. Это открылось как-то внезапно? Да, перед свадьбой я попала на мастер-класс по текстильным куклам. То есть я вообще не думала, что меня так это все может увлечь. Просто пошла ради интереса, чтобы что-то делать своими руками. И там, думаю, будет здорово кому-то подарить. Вот. Сшила игрушки нам на свадьбе жениха и невесту. И потом мне стало интересно, как вообще все это может быть еще. Хорошо. И вот во что вот это сейчас все вылилось. Мое увлечение. Так, у нас тут технический директор перестановку делает в студии. Я, кстати, хотела вам, ребят, показать и вам, телезрители, тоже напомнить, как давно. Вообще, на самом деле, я познакомилась с Анжеликой. И тогда еще не было Миланы. Она была где-то внутри мамы. Но, тем не менее, на одном из арт-базаров мы Анжелику увидели. И тогда, собственно, я познакомилась с этими невероятными текстильными игрушками. Давайте посмотрим, а потом вернемся в студию. Меня зовут Анжелика. Я занимаюсь изготовлением текстильных игрушек ручной работы. Меня можно найти в ВКонтакте. Группа называется Angie's Toys. Игрушки шьются из натуральных материалов. Хлопок, льон. Материалы все заказываются в основном в интернете. Потому что там очень большой выбор и адекватные цены. Я постоянно расширяю свой творческий кругозор, просматривая мастер-классы в интернете, черпая вдохновение из зарубежных блогов. Я занимаюсь пошивом игрушек уже два года. Началось все очень случайно. Я попала на мастер-класс по текстильной игрушке Тильда. Меня это очень захватило, увлекло. И с тех пор я шью игрушки. Мне это очень нравится. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. От лица себя и своих жизнерадостных зверей я хочу поздравить телезрителей с новым 2014 годом змеи. Пожелать всем оптимизма, счастья, здоровья, побольше улыбок и радости в новом году. Мы тут с Миланой вообще выяснили, что нашу маму и тут, и там показывают. Правильно? Ну, Анжелик, смотришь на себя. Два года назад что-то уже успела поменять. Маму, что делать? Да вообще с ума сойти. Вот. На самом деле появилась Милана, да? Ты стала больше увлекаться творчеством, я так понимаю, да? Да, конечно. Потому что дети, они вообще вдохновляют, мне кажется, на разного рода свершения. Тем более, когда растет девочка, очень хочется, чтобы она выглядела как маленькая принцесса. А если ты умеешь что-то делать своими руками, это все способствует тому. Одежду я начала шить буквально недавно, наверное, месяца два назад. Ну, уже главная модница Самары, Анжелика и Милана. Да. Началось просто я к дню рождения к Миланину, к двухлетию, продумывала тематику праздника, наши наряды, и в магазинах мне ничего не понравилось. А хотелось такое что-то, чтобы было оригинальное. Я сшила нам юбку и Милане сарафанчик, и ободочек с ушками, потому что тематика праздника была кошачья. Так, давайте, кстати, посмотрим эти вот самые замечательные наряды для девочек. Они выглядят действительно как просто фэшн, какие-то образы, и они очень яркие, красивые. Мне кажется, даже я сижу и завидую такому количеству таких ярких платьев. А вообще, я так понимаю, что спустя какое-то время к тебе стали обращаться мамочки, да, другие? Я поучаствовала в семейном празднике «Мама рядом». И у меня, в общем, всю мою, так скажем, первую коллекцию раскупили. То есть я приехала вообще ни с чем. Я не ожидала, конечно, такого же ажиотажа и такого спроса. А еще мы все в основном на размер Миланин, чтобы, думаю, если не купит, я ей оставлю, она будет в этом ходить. Вот. Ну, в итоге все раскупили, и сейчас еще больше появляется мам, которым нравится одежда детская такого типа. Вот. Многие мои знакомые, наши подружки тоже ходят в моей одежде, что мне очень приятно. Ну, а вообще вот ты говорила, что ткани какие-то тоже особенные, они не выцветают. Это какое-то качество. Откуда ты берешь материалы сейчас? Ткани, да, это американский хлопок. Заказываю, естественно, в интернете, потому что здесь у нас, ну, небольшой выбор, и очень дорогие сейчас цены стали. Вот. Различные сейчас есть магазины, у которых огромный выбор, и просто невозможно остановиться, чтобы вообще все не скупить. Я скупаю все постоянно, постоянно, постоянно. Это непрекращающийся процесс. Лёнь, дома склад уже, да? Дома не бывает склада, потому что это все моментально превращается в очаровательные наряды, которые моментально причем раскупаются. И это очень приятно, и что у нас в доме нет такого сильного завала этих. А вот мысли не было открыть магазинчик какой-нибудь? Магазин, ну, в данный момент он, весь магазин, это проходит через интернет, есть свои группы у жены, которые она успешно продвигает. Я думаю, на данный момент пока этого достаточно так пользуется. Лёнь, ты учился сшить? Нет. Ну, он недавно сшил себе, кажется, рюкзак, да? Я рюкзаку пришивал к рыбацкому. Вдохновение, вдохновение на всех. Да, невозможно просто так оставаться в стороне. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните нам и задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Такая вот замечательная тема на сегодня, текстильное волшебство. Я с большим удовольствием хочу, наверное, сейчас для вас разыграть билеты в кино. Это кино «Вертикаль» вас приглашает до 31 августа. Пригласитель на двоих вас ждёт. Я предлагаю посмотреть сейчас на экран, увидеть кадр из мультфильма. Если вы угадали, что это за мультик, звоните 202-11-22. Да, вот уже Милана узнала, я так понимаю. Да, 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 вот тот самый мультик мы загадали. Если у вас такой же восторг по ту сторону экрана, если вы угадали, билеты в кино ваши в жару, в летнюю какую-то такую, сходить и отдохнуть в кино, почему нет? Мне кажется, очень интересно и весело. Что касается, например, каких-то, я не знаю, удивительных вещей, ты шьёшь только для девочек пока? Нет. Шью вещи, фэмили-лук. Это для мамы и дочки одинаковая одежда. Вот недавно для мальчиков как раз шортики у нас. Шорты с усами! Да, шорты с усами! Мне кажется, такие взрослые хипстеры за такие бы шортики отдали дорого. В смысле, это вот был фэмили-лук тоже для папы? Нет, нет, это просто для мальчика. Это вот прям недавно шею. А можно я посмотрю? Конечно, да. Сразу вот. Почему-то мультфильм советский у капитана, у таракана Траусики, у мальчуга на трусики. Вот, почему-то вспоминается сразу этот мультик, и так вот такой маленький пошёл. Здорово, друзья. Кстати, что касается, да, фэмили-лук, у нас есть также фотографии Анжелики и Миланы в замечательных нарядах мамы и дочка в едином стиле. Я так понимаю, всё-таки задалось это с советских времён, когда мамы шили себе платье из остаточков, чего-то там ребёнку своему дошивали. Давайте посмотрим, как это выглядит. Но прежде, как мне подсказывают режиссёры прямого эфира, есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Сорвался звонок, друзья. 202-11-22, телефон прямого эфира. Если вы узнали, что за фильм, что за кадр мы загадали, звоните и, собственно, отвечайте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Альбина Капасова. Альбина, привет. Альбина, скажи, пожалуйста, ты модница? Ну, тогда у меня отец тоже платьишки разные. Сетя! Она у меня тоже творческая очень. Творческая. Как маму зовут твою творческую? Как зовут твою творческую маму? Нелли. Нелли, большой привет. А вот если бы ты умела шить, что бы ты сейчас себе сшила? Это были бы, наверное, платья, блузочки разные. Блузочки. В школу, сарафанчики на улицу. Ну, вот уже Милана сейчас, я так понимаю, примерять собралась что-то. Вот, смотри, какой платье тебе подойдет, она тебе говорит. Подойдет платье тебе такое? Отличное. Ну, давай, Альбина, отвечай на вопрос. Что же за мультик мы загадали? Это «Холодное сердце». А персонаж, ты знаешь, как зовут? Кого еще? Этого персонажа как зовут? Знаю, только от волнения забыла немножко. Смотрела этот мультик. Ну, в любом случае, это правильный ответ. Спасибо большое за звонок, друзья. Еще в ближайшее время будем разыгрывать пригласительные билеты. Такой вот замечательный сертификат, она маркетингом занимается, продает уже в прямом эфире. Дайте, пожалуйста, общую камеру, человек продает вещи матери. Внимание, 202, 11, 22. То есть, в принципе, как бы, если есть желающие, можно будет купить магазин на диване практически. Но мы говорили про маму и дочку, давайте посмотрим фотографии. И я так понимаю, все рождается в голове спонтанно, при виде ткани, да, какой-то? Да. И как это происходит? Вы меряете, примеряете? Или Милан просто получает? Нет, Милана у нас вообще мерить ничего не любит, к сожалению. Поэтому мне в большинстве случаев приходится вообще только догадываться, как она будет в итоге смотреться. Ну, вообще, ей в основном все нравится. Сначала она, конечно, протестует против чего-нибудь. Но в итоге очень нравится. Мне идет, скажи, Милан, сейчас мы досмотрим фотографии. Отлично? Милан, это хорошо, Олиса. Надо срочно снять. Надо срочно снять. Ну, пожалуйста. Что происходило за кадром, друзья, вам лучше не видеть. Вот. В общем, мне не идет по нам. То есть, ты сейчас замечаешь, в любом случае, дочка как-то, она резаться любит, модничает, крутится перед зеркалом. Да, это она очень любит делать. Это вообще она делает уже очень давно. Но она сама выбирает одежду, которая ей нравится, подходит к зеркалу, крутится, кривляется, в воздушные петельочки посылает. Панамка с солнышками. Видите, какая замечательная. Примеришь панамку? Нет. Нет. Она мне к плоти не подходит, да? Нет. К подушечку. К подушечку примерить? Ладно, хорошо, я поставлю. У меня такой вопрос. Когда, например, ты садишься шить, что-то там, как бы, у тебя и свободное время сейчас получается есть, да, какое-то такое, что ты можешь... Вот. Кто-то позволит себе как-то заниматься любимым делом? Есть какая-то отдельная комната, мастерская? Как это все происходит? Задумывалась вообще, по идее, отдельной комнаты, но в итоге я шью в зале, так скажем, сижу в самых лучших событиях, чтобы все видеть, что вокруг происходит. Потому что ребенок у нас, конечно, это, я так понимаю, ей нравится, да? Ну, можешь побегать пока, да. Что еще делать в пананке, как не бегать? Мой видя! Можно, можно, бегай. Вот. То есть, в принципе, получается, что у тебя такое семейное, замечательное такое. Она очень любит сидеть со мной, очень любит сидеть у меня на коленях, когда я шью, любит ковыряться в тканях, разбирать все. Что-то она там своим игрушкам пытается утащить в качестве одеялок, в качестве одежды. Вот. Поэтому, на самом деле, это наше семейное дело, тут каждый воплечет. Да, в процесс. И у вас там весело и шумно. Люма, скажи, пожалуйста, я вот хотела спросить, когда вот происходит такое вот замечательное вот это вот сумасшествие, когда одна любимая женщина, еще одна женщина поменьше любимая, вот так вот наряжаются, одеваются. Вот твои чувства какие-то, понимаешь, ты счастлив невероятно? Гордость, счастье и, самое главное, это восторг от того, что самим девочкам это все очень сильно нравится. А у папи ничего пока еще не такого не шьете модного? Нет. Папа просит шляпу рыбацкую, рыбацкий рюкзак, но пока что до него очередь не дошла еще. Но я не просто так спросила, счастлив ли папа, я думаю, что ответ тут вообще на самом деле действительно правильный. Мы обратились к нашим горожанам на улице и задали им вопрос, в чем же секрет семейного счастья? Вот какие ответы мы получили, давайте посмотрим. Во взаимопонимании. И все? И все? Хватит этого. Есть взаимопонимание, все остальное будет хорошо. Благоколучие в понимании друг друга людей, а, конечно же, любовь. Ну, не знаю, там, то есть как бы все свои ценности в семье. А, скорее всего, в детях. В любви. В доверии. В уважении. В любви, ну, не знаю, в чем еще. Много в чем. В взаимопонимании. В доверии. В доверии человеку. Еще в понимании. Да, черт. Надо, чтобы с партнером, как бы, стоять не только в любовных отношениях, но и как-то дружить все равно, чтобы было и понимание. Понятие друг друга, уважение, семейное счастье. Ну, наверное, бессор, когда дети, когда все счастливы. Я думаю, во взаимопонимании, любви и поддержке. Потому что всегда люди должны поддерживать себя в любой семье. Тогда она сохранится. Продолжается эфир универсального формата. Эфир прямой, 202-11-22. С вами здесь Юлия Чернеева. С нами здесь также семья Таировых. Леонид, Анжелика и Милана. Они рассказывают о своем текстильном волшебстве. Часть, из которого мы уже успели посмотреть, часть нам показывает в режиме реального времени Милана. Милана, ты покажешь нам свое любимое платьице из этих всех? Нет, зеленое. Ну, ладно. Я думаю, настроение твое поменяется через какое-то мгновение. Будешь ходить тут рассказывать, показывать. Друзья, вообще, может быть, расскажите о том, шила ли вам мама в детстве. Может быть, вы сейчас также шьете своим дочкам, сыночкам. Как это происходит? Откуда черпаете вдохновение? Я думаю, нам будет интересно узнать о многом, о том, что, может быть, какие-то удивительные вещи вы шьете. Ну, собственно, папе панамка на рыбалку как раз уже готова. Да. Тут еще бабочки, всякие заколочки. Как вот ты к аксессуарам пришла еще к тому же. Да. Ну, в комплекте к платью обычно идут аксессуары. Мама. Чуть-чуть потерпела. Иди сюда. Идем, сиди. Сиди. Это, я не забираю ничего. Мне не забираю. Вот, всякие разные объемные бантики, вот такие вот повязки, салохи, резиночки. В общем, это очень мило смотрится и на девочках, и на их мамах. И очень ярко. Летом такой аксессуар, мне кажется, вообще незаменим просто. Ну, вот можно, как говорится, носить и так. Иди, мама тебе поправит ободочек и сделает тебе прическу. Дайди. Друзья, я хочу также напомнить вам о том, что у нас продолжается конкурс вместе с телеканалом «Самаргиз» и газетой «Вабанк». Приз путевка в круиз. Всего-то на всего нужно сделать одно фото, одну фотографию на отдыхе, чтобы обязательно там где-то была такая газета, как «Вабанк». Прислать фото нам на наш сайт samaragiz.ru, в группу ВКонтакте, выложить и ждать, когда будут объявлены результаты. Нам же поступил телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Раиса Ивановна. Здравствуйте, Раиса Ивановна. У вас есть какой-то вопрос к нашим гостям? Ну вот я смотрю передачу, у меня две внучки, пять и два с половиной года. Очень понравилось, хотелось бы заказать. Есть какая-то возможность? Конечно, есть. Если вы не оставляли свой телефон нашему администратору, оставьте, пожалуйста. Анжелика с вами свяжется, пообщается. А вы, скажите, пожалуйста, Раиса Ивановна, вы сами когда-то шили наверняка что-нибудь на машинке? Конечно. А что это было? Что это было? Ну, что жило, пожалуйста. Все. Начали мы в 10 лет с сестрой шить. И начинали от трусиков на брата. И кончая всю жизнь, конечно, шила. И кофточки, и юбки. Все шило. Ну, скажите, ведь это действительно как бы удивительно, индивидуально. И все, мне кажется, завидовали в свое время мамам и девчонкам, которые могут себе позволить носить красивые платья не как у всех. Да, конечно. Но сейчас есть материалы. Раньше и материал-то не достанешь. И уж если купишь там материал на кофточку или на юбку, то дрожишь над ним. А сейчас посмотрите, какая красота. Красота. Все невозможно. Конечно. Спасибо большое вам за отзыв. Оставляйте свой телефон, если еще не оставляли. Ну, вот насчет дрожать над материалом. Я так понимаю, каждый кусочек идет, да, куда-то? Ничего не выкидывается? Нет, нет, нет. Все как-то сохраняется? Все в дело идет? Да. Как правило, остаются маленькие кусочки. Я из них очень люблю шить подушки. Вот недавно я шила подушку. Там было 96 квадратиков. 5 на 5. Вот, то есть это прекрасная вообще утилизация остатков. Но куда, потому что их еще потом девать. Очень ярко тоже смотрится и для дома очень подходит. Вот, кстати, так вот замечательно Анжелика подвела нас к фотографиям, которые называются, собственно, не иначе, как для дома. Я предлагаю посмотреть, удивиться, насколько это сшито очень красиво. И очень, я так понимаю, празднично, для праздника. Что это такое? Рассказывай нам. Это лоскутный покрывал и флажки. Нет, это не для праздника, просто дачный комплект. Вот, просто семья, которая заказала, они все лето проводят на даче. И очень хочется, чтобы там тоже было уютно, как и дома. То есть, в принципе, это можно повесить в детской где-то, да? И чтобы это висело. Да. И, в принципе, как бы радовало. Это мне спасибо большое. Скажи, пожалуйста, вот у тебя нет или есть художественное образование, как ты все это видишь? Нет, у меня нет художественного образования. Я училась по специальности туризм. И вот просто, мне кажется, жизнь меня постоянно к этому подводила. Мне всегда нравилось. Я всегда хотела, так скажем, открыть свой магазин одежды. Даже когда еще не шила. Мечты сбываются потихонечку. Да, мне кажется, сейчас я уже в одном шаге буквально от этой мечты, от исполнения этой мечты. Вот, очень я рада, что все так вышло и что мечты сбываются. Скажи, а участвуешь ли ты в каких-нибудь показах где-то, где семейные? Нет, пока что я еще нигде не участвовала. Я начала шить одежду так, чтобы на продажу в мае. То есть прошло не так много времени. Видимо, к осени все равно будут какие-то мероприятия. Да, я пока что еще не в курсе, но надеюсь, что да, поучаствуй обязательно где-нибудь. Если представить такая возможность. Скажи, а заказывать ли твою одежду в другие города, страны? Где уже можно, так сказать, нечаянно наткнуться, где гуляют девчонки? Ну, в другие страны пока не заказывали еще, а в другие города мы регулярно отправляем посылки. И в Москву, в Санкт-Петербург, в Тольятти, в Оренбург. Везде живут модницы, которым очень нравится моя одежда. Скажи, а вот, например, как это стирать, как за этим ухаживать? Ведь это такое все красивое. Нет, стирка на самом деле все как обычно. Ну, в 90 градусов лучше не стирать, конечно. Вот, самый обычный режим стирки. То есть, просто ткань, которая очень качественная, с ней ничего не случится от количества стирок. Это американский хлопок. На данный момент это самая вообще качественная ткань, которую можно найти среди хлопчатой бумажной. Узнает, да, что-то? Алюнь, у вас дома так же ярко, красочно, все вот такое же удивительное. Да, у нас дома полностью все украшено нашими... Малыш. Все тут... В общем, детское у нас очень ярко. У нас обои с сомами тоже там, которые не дают покоя просто. Все, туфельки сняла. У нас очень хорошо, комфортно. Можно раздеться, приложиться куда-нибудь к диванчику. А в гостиной у нас, мы постарались вообще как бы все сделать в стиле минимализма. У нас белые стены и несколько ярких акцентов. Оставайся работать у нас, Милан. Шторы и ярко-малиновый диван. Здорово. 202-11-2, телефон прямого эфира. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Я же хочу вам показать один сюжет, который был снят совсем недавно. Был праздник, день семьи, любви и верности. И с Тамарой его так же очень весело и масштабно отмечали. Как? Предлагаю в сюжете и выяснить. Потом вернемся в студию и будем разыгрывать сертификат на квест от Квест Тайма. Пусть говорят наперебой, что ты со мной, а я с тобой. Пусть станет нашою судьбой любовь. Виталия и любовь Мельниковых песни познакомила и связала. Почти полвека вместе воспитали двух детей, помогают растить четырех внуков. И до сих пор поют в народном ансамбле. И помнят тот день, когда началась большая и долгая история любви. Он меня пошел провожать и спрашивает, ты вот эту песню знаешь, студенточку? Я говорю, не знаю. Вот он меня, студенточку, еще ночь пел, учил эту песню. Мы потом, как поженились, 47 лет наш дуэт существует. Эта песня, конечно, на военную тему. Мы во всех смотрах всегда пели эту песню. Секрет крепкой и счастливой семьи, в уважении друг к другу, делятся Мельниковы. Такие семьи – основа государства, гордость страны. В Самарской области действительно есть чем гордиться. В день семьи, любви и верности чествовали самых достойных семьянинов, которые в браке прожили более 25 лет. Поистине удивительная судьба у семьи Калмаковых. Мария Ивановна – ветеран Великой Отечественной войны. Виктор Евстафьевич – ветеран труда. Их совместное счастье длится уже 65 лет. Медали за любовь и верность вручили 60 парам. Поздравления и подарки от губернатора Самарской области передал спикер Губернской думы Виктор Сазонов. Вы все знаковые люди. Вы лучшие люди своих территорий, которых уважают, любят. С вас берут пример. И, безусловно, это вот та ценность, которая, пожалуй, является основой жизни. Самарская область занимает лидирующие позиции по поддержке семьи, материнства и детства. Наш регион получил самую большую субсидию по сравнению с другими субъектами. 330 миллионов рублей из федерального бюджета на предоставление выплат молодым семьям для покупки или строительства жилья. С учетом этих и областных средств, почти 2000 молодых семей получат в этом году в общей сложности более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Благодаря мерам социальной поддержки в регионе становится все больше семей многодетных. За 5 лет их количество увеличилось на 8 тысяч. Ну что, продолжается наш прямой эфир. Программа «Универсальный формат». Телефон 202-11-22. С нами здесь текстильное волшебство от семьи Таировых. Здесь очень весело и шумно. Замечательная Милана. Кстати, сколько ей? Два года. Два года. И почти три месяца. Два года, три месяца шороху навела, все разложила. Вообще очень весело и шумно. И рисуем, и лепим. И выясняем, что в принципе, вот, как у нас хорошо и замечательно здесь. Хочется вам сейчас еще показать один кадр из одного фильма. И этот кадр, сейчас, если вы угадаете, вам принесет подарок. сертификат на тысячу рублей на квест-игру на вашем празднике от Квест Тайма. Сейчас очень модно проводить какие-то удивительные квесты, какие-то невероятные, ну, такие вот бродилки, где все гости чем-то заняты, на что-то отвечают, что-то отгадывают. Если вдруг вы знаете, что это за фильм, звоните. 202-11-22. Звоните нам в прямой эфир. Задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну, скажи, подружки твои, которые есть у тебя, и сейчас вы как-то общаетесь, делитесь ли премудростями, проводишь ли это какие-то мастер-классы или что-то еще в этом духе? Нет, мастер-классы не привожу, но мы, конечно, общаемся. Всем очень нравится. Очень многие, я еще раз повторю, Меланины подружки, ее ровесницы, ходят в моих вещах. Мне это безумно приятно. И больше всего то, что я не так давно этим занимаюсь, и такой... Не то, что успех, я бы сказала даже. Конечно, успех. А что стесняться? Почему нет? Ну, в общем, колоссальное удовольствие вот это приносит. То, что вот видишь свои вещи на детках. Не только на своей. Да, есть лейбл какой-то, ярлычки? Пока что нет. В силу того, что я, опять же, не так давно этим занимаюсь. Надо срочно этим заниматься. Да, обязательно. Как называется твой бренд? Angie's Toys. Все так же. То есть от игрушечек перешло все... Да, я решила не заморачиваться с переименованием, поэтому оставила так. Потому что все-таки у меня и в группе было уже много человек в ВКонтакте, и все знают меня как Angie's Toys, поэтому я решила оставить так, как есть. На что ты уже планируешь замахнуться дальше? То есть, я так понимаю, одежду мы уже освоили. Да, да. Причем такую простую, красивую. Ну, одежду, мне кажется, только начали осваивать. Еще вообще бескрайний простор для деятельности. Будешь продолжать шить одежду. Да, мне очень интересно, и я только на самом, на самом начале пути нахожусь. Ну, а какой видишь, может быть, себя еще через пару лет? Мама! Вот придешь в Ифсир, будешь рассказывать, как ты... что у меня будет свой магазин уже, вот, и будет несколько помощников, которые будут мне помогать шить. Милан, потому что... Милан, покажи, как ты любишь маму. Вот так она любит маму. Чуть-чуть, потерпи, ладно? Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, уже выходить на совсем широкую публику, потому что я понимаю сейчас, что это дело моей жизни, и остановиться я уже не смогу, наверное. Здорово. Самое главное, чтобы была поддержка семьи. Да, это самое главное. Вот. Устрой. Дестрой называется. Здесь в эфире универсального формата у нас есть телефонный звонок. Давай узнаем, Милан, кто нам позвонил? Нам кто-то позвонил. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Мария Долгова, я включила сейчас передачу, с ним очень красивые, такие красочные, наряды, глаз радуется, просто вопрос, канджелики, когда же будет на мальчика такие красивые наряды? У меня мальчику Ярославу два годика. Дайте трусики, пожалуйста. А у нас есть, у нас есть, мы недавно начали, вот, пожалуйста, шортики с усами, например. Смотрите, какие модные, мне кажется, мы уже выяснили, что хипстеры всей страны за такие шорты с усиками модными отдадут полжизни, так что для мальчиков тоже все есть. А какие еще вот есть, может быть, принты для мальчишек? Ну, для мальчиков пока что больше нету, опять же, потому что пока что были только девчачьи коллекции, было интересно себя попробовать в этом. Ну, и, конечно, наверное, потому что у меня все-таки девочка, я больше представляю, как девочки. Надо мальчика. Леня, надо мальчика. Нет, я обязательно думаю, что мальчишечка лекции тоже появится в ближайшее время. Маш, ну, вот все есть, обращайтесь, не стесняйтесь, а если угадали, что за кадр мы загадали, будем играть? Спасибо. Спасибо. Ну, видимо, Маш нас совсем не слышит. Друзья, у нас продолжается конкурс, мы пытаемся выяснить, из какого же кадра этот фильм, ой, наоборот, из какого фильма этот кадр, 202-11-22, если угадали, звоните, сертификат на 1000 рублей на квест-игру, на вашем празднике от Квест-Тайм. И я думаю, что если угадали, звоните, не стесняйтесь. Ну, вот для мальчиков шьем, для девочек шьем, для мам шьем, для пап только собираемся, мне кажется. А часто ли просят что-то сшить для фотосессии, например, что-то вот таких, каких-то, может быть, еще удивительные штуки из текстиля? Ну, для фотосессии обычно просят сшить флажки или комплекты вот мамы и дочка, которые, например, если у ребенка день рождения, для того, чтобы оставить в памяти. В основном, вот это заказывают для фотосессий? А, нет, заказывали еще недавно набор фартук и поварской колпак. Я такой тоже шил дочке своей в прошлом году, мы тоже с ней фотографировались с кабачками, с эмилированными тазиками, с баклажанами. Вот. Давайте принимать звонок. Алло, здравствуйте, как у вас? Кто нам позвонил? Давай узнавать. Скажи, алло, Милан. Нет, не хочет. Алло, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Алексей, очень приятно. Что ж, давайте сейчас я вам задам наш фото-вопрос, что за фильмы загадали, узнали ли? Ну, мне кажется, это фильм «Бредиенту ЛК». Понятно, все правильно вам кажется. Вы угадали, отправляетесь заказывать себе праздник и замечательно его проводить вместе с «Квест Тайм». Скажите, пожалуйста, вы женаты, Алексей? Да, я женат, у меня есть дочь в 4 года. Вот, отлично. Скоро, наверное, день рождения у дочки. Вот. Дайте нам общую камеру, пожалуйста, ребенок. Иди сюда, покажи, какое платье ты выбрала. Смотрите, какое красивое. Иди сюда, Милан. Человек уже с задатками продавца. Мне кажется, уже все понятно. Мне такого и надо в нашу компанию. Вот это платье. Вот, замечательное платье, да. Спасибо большое. Алексей, вы с нами еще? Да, я здесь. Скажите, пожалуйста, вот сложно ли угодить дочке вот с какими-то нарядами? Вы как вообще? Папа продвинутый, знаете, что модно, что любит ваш ребенок? Ну, да, дочка любит наряжаться постоянно. Стараемся покупать периодически новые вещи, чтобы их порадовать. Надеть юночку себе. Спасибо. Вам только рада. Спасибо большое. Ну, это здорово, когда есть маленькая модница, которая может это все носить, да еще и, собственно, выглядеть очень ярко вместе с мамой нарядно. Ну, на самом деле, вот, сегодняшний наш эфир как-то пролетел действительно весело и незаметно. Хотелось бы, наверное, спросить у тебя, Анжелик, вот, может быть, ты себя помнишь, когда ты начинала, сомневалась и так далее. Вот что, может быть, какой-то совет дашь всем, кто ты сейчас тоже закупает ткани, что-то пытается найти, сшить? Совет, на самом деле, такой, что нужно слушать свое сердце, постараться не копировать чужие работы, а искать что-то свое. А копируют тебя часто? Бывает. Очень, Леня, ну, давай ответить. Я не буду прямо так говорить. Скорее. Обидно вообще. Что вызывает действительно обиду у жены, когда она старается, большинство из ее работ, это ее личные разработки, ее личные, скажем так, ее личные воображения. Идеи какие-то, да? Идеи, когда она видит... Даже копирайт на фото не помогает, какие-то фотографии выкладывают? Нет, люди просто смотрят, почерпывают идеи из работ жены, и, соответственно, аналогичные вещи делают сами с пометкой, что это их личные разработки, что это их фантазии. Мама, мама. Мама, чуть-чуть потерпела, а, Мя? Что-то случилось? Поэтому многим, скажем так, Надо отстаивать свои авторские права, я не знаю, как это делать, правда, но... Милан, давай посмотрим еще, что у нас здесь красиво есть, что тебе больше всего здесь нравится? Смотри, бабочки красивые. Мама, да, 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 да. Мама делала, конечно, кто же? Мама делала, конечно, я не забираю. Мне, собственно, на самом деле уже по возрасту немножко не положено такие бабочки носить. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, если есть у вас какие-то звонки, у вас вопросы, можно еще успеть нам позвонить. Я же, в свою очередь, хочу напомнить о том, что продолжается наш конкурс вместе с телеканалом Самара Гиз и газетой Вабанг. Приз путевка в круиз. Необходимо сделать фото на летнем отдыхе, чтобы обязательно в кадре была газета Вабанг. Присылайте к нам на сайт самарагиз.ру и, конечно же, выложить в группе ВКонтакте и получить приз путевку в круиз. Ну, а в круиз можно вот такую замечательную панамку надеть на себя или на... Да, это Миланина панамка. Все, включила маленькую жадину. Милана у нас, но ничего страшного. Ну, собственно, наверное, и от тебя какое-то пожелание еще, Анжелик. После такого я даже не знаю, что сказать. Мне! Вот. Вот так вот. Жадинка маленькая у нас открылась. Заводите детей и творите. И пусть счастья всем. Счастья в прямом эфире. Правильно, Милан? Нет! Ну, в любом случае, текстильное волшебство продолжается. И я думаю, что мы с большим удовольствием сегодня посмотрели, познакомились с замечательной семьей. Леня выяснили, что счастлив, доволен. Насчет сына работать обещал в прямом эфире. Так что через пару лет приходите. Будем уже, собственно, расширенным составом здесь сидеть. И я уж думаю, Милана к этому времени будет большая-большая модница. Вам уже, друзья, большое спасибо, что были с нами. Хорошего настроения. Любите друг друга, будьте вместе с семьей, творите вместе, поддерживайте, ведь это так важно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин